И если желание сменить место работы не отпускает, то сейчас для этого подходящее время. По данным сервисов по трудоустройству, сразу в нескольких сферах замечен серьезный рост вакансий. Да такой, что предложение намного превышает спрос. Но есть и отрасли, сильно поредевшие после ограничительных мер. Все подробности в следующем материале. Требуется молодой специалист, можно без опыта работы. Такой клич бросили торговые, промышленные и строительные организации страны. По данным одного из крупнейших сервисов по поиску работы, количество вакансий сегодня в полтора раза больше, чем два года назад. Четырехкратно возросло число предложений в курьерской службе. Но вот откликаются туда нечасто. Не хватает также кассиров и рабочих рук на стройплощадках. Многие в пандемию ушли трудиться в неформальный сектор, интернет-торговлю, IT-услуги. Трудятся удаленно и на цифровых платформах. А вот сферы досуга, общепитые туристические агентства понесли серьезный урон от ограничений. Однако начинают потихоньку восстанавливаться. На это в том числе повлияли программы по снижению напряженности на рынке труда. Число зарегистрированных людей в центрах занятости снижается. Кому-то предлагаются временные позиции в гостинично-ресторанном бизнесе, строительстве или сельском хозяйстве. Многие безработные пошли на курсы переобучения. Это также дало возможность многим фирмам заново начать набор сотрудников и повысить минимальную зарплату. Однако структурная безработица, по словам специалистов, по-прежнему сильна. Это когда квалификация не соответствует занимаемому месту. И когда все придет в норму, пока никто не решается сказать. Анастасия Смирнова, Олег Федоров. Новости по будням.